Привет, это English Show. Мы рады представить вам совместные плоды нашего с командой Труда. Мы много месяцев положили на то, чтобы сделать серию выпусков на тему туризма. Эта тема актуальна для тех, кто хочет ехать за границу и чувствовать там себя свободно. Мы для того, чтобы сделать серию этих уроков, изучали разные-разные сайты, изучали, как делают такие вещи, ну, грубо говоря, наши конкуренты. Мы, конечно, ни с кем не конкурируем. То есть, как это делают другие конторы, компании и так далее, интернет-сайты, интернет-ресурсы. Мы даже сами покупали уроки у других для того, чтобы понять, кто как делает. Мы выявили слабые стороны и постарались не допустить их в нашем продукте. И сделали практически идеальный продукт. Из чего состоят наши уроки? Можно выделить пять основных моментов. Во-первых, это будет развлекающее видео, где будет показана ситуация, какая может произойти с вами в вашей поездке. Она будет разыграна. Следующее будет объяснение того, что вы до этого посмотрели. То есть, будет подробное объяснение этого видео с дополнительными словами и фразами и с полным подробным пояснением того, что вы увидели и услышали. Также в дополнение будет книжка, в которой будет еще больше информации. В ней будут абсолютно все диалоги, дополнительные слова, фразы и все объяснения, дополнительные фразы, которые вам нужны в определенной ситуации, например, в отеле, в городе или в аэропорту. И она будет такая компактная, ее можно будет брать с собой и заглядывать периодически в нее. Также четвертое, это то, что в этой серии уроков будут тесты и задания, с помощью которых вы сможете проверить свои знания. И пятое, вы сможете потренировать свои навыки и улучшить свои навыки разговорной речи вместе с нашими преподавателями, вместе с преподавателями English Show. В целом, эта серия уроков поделена на три раздела. Первый раздел – это аэропорт, второй – это город и третий – это отель. И там будут собраны основные ситуации, которые могут происходить. Сегодня мы выпускаем первое видео из раздела аэропорт, и в ближайшей неделе мы выпустим по одному видео из других разделов. Если вам захочется получить полностью эту серию уроков, этот пакет на тему туризма, то ссылочка будет в описании, как вы это сможете сделать. Кроме того, обязательно досмотрите это видео до самого конца, потому что в конце этого видео вы узнаете, как получить книжку, информацию дополнительную к первой главе, то есть к сегодняшнему уроку. Итак, дорогие друзья, мы надеемся, что вам очень понравится, и мы начинаем! Слушай, недавно, короче, в Нью-Йорк слетал, вообще просто невероятно. Ну как невероятно, ну так, конечно, средняя по невероятности история. Я же сначала в Париж полетел, там башенки, дуги, я даже это выучил, это так просто. Прихожу в аэропорт парижский, ну мне нужно билеты уже купить до Нью-Йорка, и прихожу я в эту станцию, в пункт продажи билетов прихожу, я говорю, добрый день. Я хочу купить билеты. Когда следующий рейс до Нью-Йорка? Он так знаешь своим этим, такой интеллигентным. Пожалуйста, минуточку, подождите. Ну, в 6.15 вечера. Я так подумал, 6.15 еще там гулять, нормально думать, да? И говорю, да? Хорошо, я хочу купить. Он мне говорит, ваш паспорт, пожалуйста. Я без проблем, держите. И тут он мне, знаешь, такой вообще вопрос задал, я что-то сразу не понял даже. Я так, это, типа, чего? Ну, не сразу понял, короче. И тут он, знаешь, жесты включил свои. Вам говорит, в одну сторону билет, или говорит, туда и обратно. И тут я уж понял, говорю, да, да, мне, туда и обратно. А, I need a return ticket to New York. Все, он что-то там пишет свои эти данные, вводит. Я понимаю, у меня в кошельке просто ни копейки налички. Я думаю, вдруг они кредит какие-то не принимают, там, не знаю, виза, мастер-карта, не может, этот, не сотрудничают. Не знаю, в общем, я ей спрашиваю, а я могу заплатить наличкой или, ну, кредитной картой тоже. Can I pay with cash or by credit card? А он такой, я говорю, что ты говоришь, что это, говорит, от тебя зависит, в принципе. Хочешь кредиткой, хочешь наличкой платить. It's up to you. You can pay with cash or by credit card. Потом он снова что-то пишет, все, вводит данные. И тут я решаю, знаете, это прямой рейс или там с пересадками, может, там, где еще удастся мне в какой-нибудь городе погуляться. Is it a direct flight or transfer? Он говорит, нет, это прямой рейс без пересадок. Direct. It's a direct flight, not a transfer. И тут он вопрос, знаешь, такой задал, такой каверзный вопрос очень. Вам, говорит, какой нужен класс, эконом или бизнес? Would you like economy or business? Я так думаю, просто так, ты на меня взглянируешь, подтяжки все дела, говорю, конечно, бизнес. Ммм, эконом. Ну да, да, сам ты, конечно, эконом сказал, понятно. Откуда деньги-то у меня на бизнес? Ну, эконом, ну, фигуру, плевать. Он говорит, ну что, 400 евро тогда с тебя. Окей, it's a 400 euro. Вам, говорит, какой билет, значит, у окна или у прохода? Would you like a nail or a window seat? Я думаю, вот это я точно был уверен, где сидит. Закаты, все дела, там, пирамиды вдруг я египетские увижу там над горами, над облаками. Я думаю, точно, вот я сяду точно около окна, 100%. Он говорит, ну все-то да. Вот вам билет. Приятного полета. Here is your ticket. Have a nice flight. Знаешь, так, пожелал, как будто я прям это уж не знаю. Ну, вроде-то его работа нормально. Ну все, потом пошел в это. Барагаш регистрировать. Итак, давайте обсудим этот отрывок. Макс говорит, I'd like to buy a plane ticket. When is the next flight to New York? I'd это сокращение от I would like. А I would like это вежливая просьба. Например, кому-то можно сказать. I want. I want something. Я там что-то хочу. Это немножко грубая форма или форма, которую мы можем употреблять с нашими близкими людьми. Но если мы общаемся с незнакомыми людьми, или которым мы хотим показать уважение, а в путешествии будет именно так, лучше использовать форму I'd like или I would like. Это более вежливо. Но сначала, перед тем, как купить билеты, билеты бронируют. С таким же успехом можно сказать. I would like to book. A plane ticket. Но в данном случае, дорогие друзья, book – это не книга. Слово book также означает бронировать что-нибудь заранее. Например, бронировать железнодорожный билет, билет на спектакль или билет на концерт. Book a concert ticket. Book a train ticket. Book a room. Это переводится бронировать или заказывать что-либо заранее. А еще можно эту фразу выразить так. I wonder if I could book a plane ticket. Что означает, хотел бы я знать, могу ли я заказать билет. По фразе when is the next flight to New York, слово next означает следующий. Например, также можно спросить. When is the next bus? Когда следующий автобус? Или when is the next train? Когда следующий поезд? Дальше Макс отвечает. Just a minute. At quarter past 6 p.m. Just a minute. Это значит подождите минутку или всего лишь минутку надо подождать. Эту же мысль можно выразить такими словами, как wait a minute или wait a moment. Это варианты просьбы немного подождать. Дальше Максу говорят. At quarter past 6 p.m. Говоря время, мы используем предлог at. Quarter past 6 – это 6.15. Когда мы хотим выразить, что 15 минут чего-то, мы говорим quarter past. То есть 15 после чего-то. Например, 7.15 – это quarter past 7. 8.15 – это quarter past 8. А 12.15 – это quarter past 12. Когда мы хотим сказать, что сейчас половина чего-то, например, 4.30, мы говорим half past. Например, half past 4 – это 4.30. Или half past 10 – это 10.30. А также pm здесь означает, что ему говорят о билете во второй половине дня. Am – это время, начиная с нуля часов до 12 часов, то есть первой половины дня. С 12.01 до полуночи – это pm, то есть вторая часть дня. Потому что нету у них исчисления 24-часового, как в России. Поэтому pm – это 6.15, то есть 18.15 по-нашему. На самом-то деле, говоря время, можно говорить еще проще. Например, 6.15 можно просто сказать 6.15. Или 6.45 можно сказать легко 6.45. Это не будет ошибкой и это даже проще. Дальше Макс отвечает. Окей, I would like to buy it. Глагол buy означает покупать. И три его формы – buy, bought, bought. Например, I bought a ticket yesterday. Я купил билет вчера. Дальше ему говорят. Your passport, please. Пожалуйста, ваш паспорт. Или по-другому можете сказать. May I see your passport, please. В данном случае may – это просьба на разрешение чего-либо. Могу ли я или можно мне? В данном случае Макс мог ответить. Sure, here you are. Конечно, вот пожалуйста. Here you are – это тоже очень полезная, друзья, фраза. Она означает «вот, возьмите» или «вот, пожалуйста». Она используется всегда, когда вы передаете какой-то предмет другому человеку. И можно использовать эту фразу. Here you are. Дальше у Макса спрашивают. Would you like a one-way ticket or return? Что означает «вы хотели бы билет в один конец или билет в обе стороны?» Или еще мысль return ticket, то есть билет в обе стороны, можно словом round trip выразить. Would you like a one-way ticket or round trip? I'm sorry, what? Не понимает Макс, переспрашивает. Это значит «простите, что?». В путешествии, вероятно, вы часто будете кого-то недопонимать. Поэтому вот такие варианты недопонимающих вопросов или фраз мы сейчас вам приведем. Можно спросить «what did you say?» Что вы сказали? I don't understand. Я не понимаю. I can't hear you. Я вас не слышу. What do you mean? Что вы имеете в виду? Can you repeat? Вы можете повторить? Can you speak slowly? Можете говорить помедленько. Кстати, для того, чтобы хорошо понимать иностранных людей, иностранцев, вы можете воспользоваться услугами наших преподавателей. Они будут как тренажеры, которые будут тренировать вас, чтобы вы как понимали иностранцев, так и могли говорить с ними. Пройдите по ссылке под этим видео, чтобы записаться на уроки. Дальше он спрашивает. Что означает «я могу заплатить наличными или могу заплатить кредитной картой?» Cash – это наличные деньги, бумажки. Еще можно сказать «I have no cash with me». У меня с собой нету наличных. Или можно спросить «do you accept credit cards?» Вы принимаете кредитные карты? Также хочется сказать, что во время путешествия вас часто могут попросить что-либо подписывать. Какие-то документы, какие-то чеки. И это будет звучать так. Please sign here. Пожалуйста, подпишите здесь. Или «here is your reset». Вот ваша квитанция. Или «reset» – это квитанция или расписка о получении денег. Дальше ему говорят. It's up to you. You can pay with cash or by credit card. Фраза «it's up to you» означает по смыслу «как вы хотите». То есть это зависит от вас. Как вы хотите, так и сделайте. То есть мы принимаем и то, и другое. Дальше Макс спрашивает. Is that a direct flight or transfer? Это прямой рейс или рейс с пересадкой. Ему говорят «direct» – значит прямой рейс. It is a direct flight, not a transfer. Это прямой рейс, без пересадки. Дальше у него спрашивают. Would you like economy or business? Или would you like coach or business? Economy класс или coach – это второй класс в самолете. Или эконом класс. И наш герой говорит «эконом». Дальше ему говорят «ок». Это название валюты. Валюта по-английски – это currency. Иностранная валюта – это foreign currency. А exchange – это обмен валюты. В будущем, в следующих уроках мы с вами больше об этом поговорим. Дальше у Макса спрашивает. Would you like a window or an ale seat? Вы хотите место у прохода или у окна? Ale seat – это место рядом с проходом. Вас также могут спросить. Do you have any seat preferences? У вас есть какие-то предпочтения в отношении сидений? То есть, где сидеть? Preference – это предпочтение. И можно ответить. If you have an open seat in the front of the plane, I would appreciate it. An open seat – свободное сидение. In front of the plane. То есть, в передней части, впереди самолета. I'd appreciate it. Я был бы очень признателен. Также можно попросить. Sit with extra leg room. Это передние места с большим пространством для ног. Дальше Максу говорят. Here is your ticket. То есть, вот, пожалуйста, ваши билеты. Или также могут сказать. Here is your boarding pass. Вот ваш посадочный талон. Your seat number is 11D. Номер вашего места – 11D. Have a nice flight – это означает счастливого полета. Это отличное пожелание. Фраза have a nice и что-то, что-то. Например, можно сказать have a nice flight – счастливого полета. Have a nice day – хорошего дня. Или have a nice trip – хорошего путешествия. Или have a nice time – хорошего времяпрепровождения. Have a good time, можно сказать. Или have a great time. Также можно пожелать хороших выходных. Have a great или have a good weekend. Поэтому вы можете в путешествиях использовать эти фразы, когда прощаетесь с людьми после хорошего разговора, с кем-то когда познакомились. Можете им всякого-всякого хорошего. А сейчас, чтобы получить первую главу книги, а также тестовые задания к этому уроку, пройдите по ссылке в описании. А еще, дорогие друзья, мы уверены, что у вас есть друзья и знакомые или родственники, которые тоже куда-то собираются полететь или поехать путешествовать. Пожалуйста, скиньте им это видео, тогда они смогут тоже заценить. И мы надеемся, что оно будет полезно. Почему мы надеемся? Мы уверены, что это будет полезно абсолютно всем. Поэтому сделайте это. А еще поставьте лайк этому видео и подпишитесь на наш канал. Это были English Show. Пока.